Только не на своих двоих Автомечты современного человека 30 лет назад всеобщее посмешище, неисчерпаемый кладезь шуток для сатирических журналов и карикатур, повод покачать головой для каждого благоразумного человека. 20 лет назад, дышащее огнем, требующее ремонта, легко взрывающееся чудовище, грохот которого распылило деревенских детишек и которое нуждалось в передвижной мастерской. 5 лет назад, любимая собственность валютных спекулянтов и удобная мишень для метких высказываний левых интеллектуалов. А сегодня, огромная сила, чародей, цель, к которой страстно стремится каждый, автомобиль. Только не на своих двоих. Вот девиз жителей современного крупного города. Эта история началась с велосипеда, но передвижение за счет собственной силы скоро вышло из моды, хотя некоторым оно было бы очень полезно. Это странная штука. Таинственный мотор околдовала всех. Люди не могли успокоиться до тех пор, пока у них не появлялась возможность жонглировать загадочными терминами. Лошадиная сила, цилиндры, ход поршня и тормоза. Находчивые сделали из нужды добродетель. Они изобрели для тех, кто не мог себе позволить автомобиль. Вспомогательный мотор, который можно было прикрепить к любому велосипеду. Тут-то и началось. В воспоминаниях невольно всплывают идеалистические картины детства. Вот велосипедик с навесным мотором, пыхтя, сопя, постановаясь, тяжкими, ужасно тяжкими постреливающими выхлопами движется по улице со скоростью пешехода. Оседланный солидным 100-килограммовым мужчиной, который своинственно смотрит вдали и сидит на несчастном кашляющем велосипеде, в такой спортивной и напряженной позе, словно мчится по решающему кругу в гонках за большой приз города Монца, со скоростью 150 км в час. Не удивительно, что под тяжестью такой огромной жировой массы, смутно напоминающей человеческое тело, несчастный стальной скелет ожидает жалкая участь, и он очень скоро испустит свой последний бензиновый вздох. Но главное внешний вид. Он все. Именно у мотоциклистов. Еще до экзамена перед взыскательной комиссией приобретается костюм. Даже зеркала в магазинах смеются, когда молодой человек рассматривает, словно павлин, свою от природы не слишком щедро одаренную фигуру, облаченную в изысканно топорчащую кожаную куртку последнего фасона, а огромная кепка с застежками, ремнями, наушниками, пуговицами, кожаными завязочками, если возможно, еще и с вмонтированными полевым биноклем. И счетчиком пробега украшает приятное туповатое лицо с мелкими чертами, и только уникальные по величине уши кокетливо торчат из-под нее. Телесная пышность спутницы заполняет тем временем огромные клетчатые бриджи. Это не писаный закон. Чем пышнее округлости, тем больше их обладательницам хочется надеть бриджи. Пусть только посмеют сказать, что бриджи хорошо смотрятся лишь на стройных, а для полных женщин больше подходят практичные спортивные брюки. Пойдите прочь, искусители. Мы спортсмены или нет? Значит, бриджи, даже если придется купить еще и специальный корсет, чтобы бестолковые швы коварно не разошлись. А теперь за дело. Давай сюда мотоцикл. Он, конечно, немного легковат и предназначен только для одного пассажира, но зато наверняка иногда проезжает больше 25 километров. А если ехать вдвоем, получится больше 50. Поэтому давай залезай в запутанные иероглифы пулавера с красивым египетским рисунком, натягивай гетры на икры, перепоясывая чресло поясом кожаной куртки, натягивая большие, достающие до лопаток перчатки с отворотами, обматывая бесконечный шарф вокруг горла, нахлобучивая защитный шлем, напяливая очки от солнца и в путь, мучаясь вперед до полутора лошадиных сил. Стоп, погодите. Наш герой забыл включить зажигание и теперь будет возиться со стартером, яростно приседая, проклиная низкое качество промышленности, пока не заметит своей оплошности, а скорее, пока кто-нибудь из собравшихся вокруг злорадной ребятни, а они ведь все давно специалисты, под аплодисменты многочисленной публики не скажет ему об этом. Осрамившись до мозга своих автомобильных костей, он в спешке покидает место позора, но вскоре настроение снова поднимается, разу он не выглядит шикарно, современно, элегантно и спортивно. Правда, в костюме жарковато, но что поделать, это вопрос чести, одеваться для каждой поездки в шерсть и кожу, пусть даже проехать надо. От Кали-Зен-Дам до Уинстер-Ден-Линден, а не до Северного полюса. Но даже туда не доехать. Уже на ближайшем перекрестке мотор начинает безжалостно чихать, а выхлопная труда настойчиво греметь, потом оба перестают работать и встречают пассивными, но упрямым сопротивлением все попытки привести их в чувство. Мотоциклист проявил предусмотрительность, залив утром ведро масла, чтобы машина не перегрелась. В результате свечи зажигания замаслились и бастуют. Разумеется, у него с собой есть все, кроме свечей. К тому же сегодня воскресенье, а что свечи можно почистить, он не знает. Ну что ж, снова старая песня на новый лад. Тяни, пока тянуть ты рад. Но кроме мотоциклистов-спортсменов, существует еще один тип. Мотоциклист Дэнди и леди-пассажирка. Дэнди ездит только в белых замшевых перчатках. Кепку он всегда надевает козырьком на затылок. Как продуман, элегантен, изыскан жест, которому он дает знать, что собирается свернуть. Восторг! Иногда он ездит и без рук, но только если есть зрители. Его машина, разумеется, первого класса. Леди блистает самыми, что ни на есть, шелковыми чулками. Прямо-таки ультрашелковыми чулками паутинки, которую она, упаси бог, и не пытается скрыть. А к ним в придачу не туфли, а произведение искусства с почти трансцендентальным вдохновенным силуэтом. Настоящая эстетка. Человек настроения, она красится в тон пейзажа. И поэтому, учитывая изменчивый характер природы в окрестностях Берлина, у нее всегда полон рост забот. В коляске мотоцикла культура превыше всего. Но не зря мотор мотоцикла – живое существо. С уравнивающей всех справедливостью он укращает воображал, изобретательно используя скорость вращения для разбрызгивания масла, оставляющего грязные разводы и пятна на чулках. Но что мы болтаем об этих мелочах дорожного движения? Разве не существует более важных вещей? Разве продавцы не раздаривают автомобили, не разбрасываются ими, не отдают их даром в рассрочку с выплатами почти по марке 50? Продавец убедительно докажет это. Итак, берем так уж и быть, вот тот шестиместный автомобиль с мотором в 40 лошадиных сил, ей-богу, только чтобы сделать продавцу отложение. Самое важное, разумеется, цвет и клаксон. Если у автомобиля нужно подходящий к спортивному костюму цвет, он, это совершенно ясно, будет хорошо ездить, так думает супруга. А чем громче сигнал клаксона, тем надежнее кажется автомобиль. Тормоз на четыре колеса подразумевается без слов. Госпожа Новориш требует даже для запасного колеса специальный запасной тормоз. Осторожность прежде всего. Но тут вступает муж. Его неодобрительный взгляд падает на приборную панель. Да ничего нет. Он оскорблен в лучших чувствах. Нашпигованная пригорами панель – свидетельство компетентности, необходимое для любого честолюбивого водителя. Она должна выглядеть, как центральный пост огромного вокзала. И чем меньше автомобиль, тем больше должно быть манометров, тахометров, часов, рычажков, переключателей, контрольных аппаратов и тысяч других штук. Даже если большинство из них не нужно или не работает, все равно не помешает и выглядит восхитительно серьезно. А это главное. Особенно по вечерам, когда приборная панель светится магическим синим или зеленым цветом. Она вызывает восхищение любого дилетанта. У автомобиля есть неоценимое преимущество перед мотоциклом. Его труднее опрокинуть. А значит, в нем можно беззаботно катиться куда угодно. Самое мерзкое, что поначалу дороги кажутся слишком узким. Кроме того, ремонтная мастерская всегда оказывается не там, где случается авария, а примерно в 20 километрах от этого места. Но ничего. Можно попросить, чтобы вас отбуксировали, проголосовать попутную машину, два пальца к козырьку. Друг-водитель, у меня авария. Вытаскиваешь тросы вперед. Правда, когда потом выясняется, что вся авария соринка в карбюраторе, которую очень просто было удалить, продув его совершенно непонятно. Почему друг-водитель так страшно ругается, а мастер смеется до упадку над воскресным автомобилистом? Да и кто может разобраться во всех этих мелочах? Самый излюбленный вид спорта – охота на дичь для воскресного жаркова с использованием автомобиля. Предпочтение отдается птице. Затем, само собой разумеется, благополучное возвращение в спящий город должным образом отмечается и доводится до сведения соседей оглушительными гудками. Далой старомодную тактичность. Можно рассказать еще и о другом. О водителях, которым необходимо обогнать любой автомобиль, оказавшийся впереди, до тех пор, пока они однажды не испытают свою машину на прочность при столкновении с деревом. О водителях, которые называют автомобили всех марок, кроме той, на которой ездят сами. Жалкими швейными машинками. О семейных экипажах, о пикниках за городом, о замечательных поездках на уикенд к озерам в окрестностях Бранденбурга. О незабываемых днях и часах. Но тут мы уже попадаем в область мечтаний. Будь что будет. А дальше, если у нас всего лишь древняя жалкая корыта, над которым все смеются. Пусть смеются. Главное, оно ездит. Будь то роскошный автомобиль с мотором 120 лошадиных сил, или хилая коломага с одноцилиндровым двигателем и две лошадиные силы. Каждому приятно быть своей собственной железной дорогой, составлять расписание в соответствии со своим настроением и делать остановки в этом прекрасном мире там, где нравится именно ему.